Программисты. Боги нашего мира. Когда я говорил так лет в 15, я искренне в это верил. Но сейчас всё изменилось. Сейчас каждый второй программист. И это именно то время, чтобы задаться вопросом, а нужно ли тебе вообще становиться программистом? Будешь ли ты зарабатывать миллионы, или будешь перебиваться от зп до зп, как это делает большинство людей? Будешь ли ты путешествовать, или никогда не покинешь границу своей страны? Эти и многие другие вопросы вносят бурю сомнений в каждого человека, решившего стать программистом. К тому же, кто сказал, что у тебя всё получится? Это нелёгкий путь, это нелёгкая профессия. Больше половины людей сдаются на полпути, и это факт, с которым тебе придётся считаться. Так что сегодня я составил список из семи причин, услышав которые ты твёрдо решишь для себя, стать программистом или нет. Внимательно послушай каждую, и не забудь поставить лайк, ведь большинство пунктов было взято из моего личного опыта. А теперь поехали. Но перед тем, как мы начнём, я бы хотел обратить твоё внимание на машинное обучение. Сейчас эта сфера считается самой перспективной, а специалисты в сфере Data Science высоко оплачиваются. Обычно в районе 150 тысяч рублей в месяц. Так вот, унитологии скоро стартует курс по этой профессии. Там тебя научат SQL, языку Python, эксплуатативному анализу, построению моделей и всему, что нужно специалисту по машинному обучению. Курс начнётся уже 16-го числа и пройдёт как онлайн, так и в оффлайн формате. А благодаря промокоду HOWDIHODS10 ты получишь 15-ти процентную скидку. Ссылку на курс я оставлю в описании под роликом. Первая причина. Программирование. Это творческая работа. Каждый день ты будешь сталкиваться с интересными задачами и находить не менее интересные решения. И как говорится в одном известном высказывании, программирование – это когда ты решаешь задачи, которые никто не понимает. Гениальным способом, который никто и никогда не увидит. Однако это не значит, что рутины в нашей профессии нет. Наоборот, её достаточно. Хотя во многом это зависит от тебя самого. Если ты будешь постоянно развиваться и двигаться вперёд, творческая работа будет преобладать над рутиной. Но в любом случае, профессия программиста не даст тебе скучать. А это уже многого стоит. Вторая причина. Высокие доходы. И пусть в последнее время повысилась конкуренция, работы всё равно хватает. А если ты станешь специалистом, то тогда и конкуренция не будет страшна. Даже самые зелёные программисты получают в среднем 40-50 тысяч рублей в месяц. А в столице эти суммы сразу удваиваются. Опытные же разработчики вполне могут зарабатывать и 200 тысяч рублей ежемесячно. А это уже как-никак очень даже приличный доход. Тем более учитывая, что и работать придётся в тёплом уютном офисе за компьютером. И такой доход откроет тебе много возможностей. Не говоря уже о том, что как у программиста, в руках у тебя всегда будет самый дорогой телефон и самый мощный лэптоп. Третья причина. Свободный график. Чаще всего в офисах не требует соблюдения чётких границ рабочего дня. Ты можешь планировать день как только хочешь. Главное успевать выполнять поставленные задачи вовремя. Например, посреди рабочего дня ты можешь взять паузу и пойти отдохнуть, перекусить или как-то развлечься. А потом вернуться, посмотреть новую серию Игры Престолов и только после этого продолжить работу. Это вполне допустимая картина. Многие программисты так и вообще не прочь поиграть в какой-нибудь Fortnite в перерывах между работой. Повторю, здесь главное успевать сдавать работу вовремя. А всё оставшееся время будет предоставлено лично тебе. Четвёртая важная причина – это возможность работать удалённо. И для некоторых людей это критически важный момент. Ведь не все хотят или не у всех есть возможность работать в офисах. А кто-то так и вообще хочет путешествовать по миру и работать, будучи непривязанным к какой-то точке на карте. Ведь всё, что нужно программисту для работы – это компьютер и доступ к интернету. Всё. Так что фриланс никто не отменял. И в программировании это чувствуется особенно хорошо. Здесь огромное количество работы со всего мира уходит на аутсорс фрилансерам, которые порой зарабатывают даже больше своих офисных коллег. Так что программирование дарует свободу. Далеко не каждая профессия способна похвастаться тем же. Пятая причина немного специфична. А именно – это работа для интровертов. Программисты, как правило, не особо общительный народ и предпочитают общество компьютера обычному человеку. Объясняется это, как правило, тем, что многие программисты – интроверты. Если ты тоже интроверт, то это станет для тебя плюсом. Но вот если ты экстраверт, то тогда это скорее минус. Хотя, опять-таки, ничто не мешает в свободное от работы время общаться с друзьями сколько угодно. Но в любом случае, этот момент следует учитывать. Больше всего профессия программиста располагает к себе именно интровертов. И не стоит об этом забывать. Шестая уже причина – это освоение разных областей. Дело в том, что, будучи программистом и выполняя какую-то работу, тебе придется разбираться в ее тонкостях. Иначе ничего сделать не получится. Простой пример. Тебе поручили сделать спортивный сайт. Само собой, тебе придется разбираться в основах какого-нибудь фитнеса. И только разобравшись, ты напишешь нужный сайт с нужным функционалом. А это уже на минуточку совсем отдаленная от программирования тема. Но узнавать что-то новое всегда интересно. Так что это очередной хороший повод лишний раз не скучать. И, наконец, седьмая причина. Это просто одна из лучших профессий. И когда программистов называют богами нашего мира, в первую очередь имеют в виду то, что именно мы отвечаем за разработку самых интересных штук. Будь то элементарный сайт или космический шаттл, управляемая искусственным интеллектом машина или умный дом, да хоть просто интересная игрушка для телефона. Сегодняшний мир трудно представить без технологий. Они сейчас везде. И самое интересное то, что в авангарде этого всего находятся именно программисты. Так что, надеюсь, теперь у тебя меньше сомнений и больше желания стать программистом. Если это так и перечисленные причины помогли тебе определиться, поставь свой лайк, подпишись на канал и не забудь врубить колокольчик уведомлений. А у микрофона, как всегда, был Хауди Хо. Удачи тебе в становлении программистом. И пусть на твоем пути будет поменьше багов. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok